Здравствуйте! В эфире канала России итоговая информационная программа «События недели». На сессии была представлена стратегия развития строительной отрасли ЖКХ России до 2030 года с прогнозом до 2035. Она формировалась в том числе и на основе предложений из регионов. Марат Хуснулин в своем выступлении затронул такие важные вопросы, как импортозамещение, применение современных цифровых технологий, эффективное территориальное планирование. Все это направлено на решение главной задачи, поставленной президентом Владимиром Путиным – постоянное улучшение качества жизни людей. В правительстве Карачаева-Черкесия обсуждали степень готовности региона к осенне-зимнему периоду. Участие в мероприятии, где затрагивались важные, в том числе проблемные вопросы, принял заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак. В ходе совещания он сообщил, что обеспечение энергоресурсами конечных потребителей в СКФО находится на особом контроле в федеральном ведомстве. В частности, было отмечено, что в зоне внимания экспертов числятся аварийность в электросетевом комплексе, качество обслуживания предприятий, населения и многое другое. В свою очередь, председатель правительства республики Мурат Оргунов рассказал о том, что работа в Карачаево-Черкесии по подготовке к осенне-зимнему периоду идет в плановом режиме. Имеются все необходимые ресурсы для беспроблемного прохождения сезона холодов. Надеюсь, те решения, которые сегодня были приняты, они, конечно же, улучшат состояние как электросетевого хозяйства, так и энергетики в целом, и позволят более качественно оказывать услуги, в первую очередь, для населения ресурсоснабжающим организациям. Для нас подготовка из ОЗП – это основная задача на сегодняшний день. Это подготовка энергетического комплекса, коммунального комплекса к прохождению осенне-зимнего периода. Я Евгению Петровичу благодарен, что особое внимание Минэнерго уделяет и нашему региону, и в целом Северному Кавказу. Хочу сказать, что достаточно активными темпами у нас идет подготовка с опережением планов, установленных согласно постановлению правительства региона. На сегодняшний день готовность субъекта составляет 96%. В региональном отделении Народного фронта «За Россию» прошло заседание по вопросам переселения граждан из домов, сейсмоусиление которых невозможно или экономически нецелесообразно. Подробности у Али Буташева. Общий щиток недавно загорелся, жильцы сами пытались потушить его. Это вот именно в том месте, рядышком, недалеко откуда, там бежала строя воды. То есть она прямиком попадает в общий щиток, получается. Жить в доме номер 3 по улице Октябрьской Черкесской становится не только хуже, но и опаснее, говорит жительница Марина Латокова. В январе этого года его посетили представители Народного фронта и республиканских СМИ. В официальном ответе мэрии республиканской столицы от 2 сентября было заявлено, что в первоочередном списке для переселения домов, сейсмоусиление которых невозможно или экономически нецелесообразно, этого дома нет. Кроме того, по документам, в 2012 году в доме номер 3 по улице Октябрьской Черкеска был произведен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения на общую сумму 2 миллиона 749 тысяч рублей. Однако то, что мы там видели и видим по сей день, когда водопад из, извините, фекалий льется чуть ли не на головы проходящих по коридорам граждан, не свидетельствует о том, что такие средства там были в 2012 году затрачены. Либо их вообще не было, либо ремонт был некачественно произведен. Хочу заверить места общего пользования, перекрытия деревянные. Вы можете прийти, прям посмотреть душевые кабины. По данным Министерства и строительства ЖКХ Республики, в первом квартале этого года будет сдан в эксплуатацию 16-этажный дом, предназначенный для переселения домов, сейсмое усиление которых невозможно или экономически нецелесообразно. Он рассчитан на 368 квартир. Это составляет порядка 50% жилья, необходимого для переселения. Количество квартир в новом заселяемом доме. Мы услышали 368 квартир. У нас на сегодняшний день тоже в 525-квартирном доме есть небольшой остаток. Он пока еще ориентирован на те дома, которые с формированным перечнем все еще переселяются. И говорить о будущем перечне, я думаю, пока рано. Сказать могу точно, что Октябрьская 3 действительно в том состоянии, которое, скорее всего, повлияет на его скорейшее переселение. И, скорее всего, он войдет уже в следующий дом. При переселении будет учитываться квадратура и кадастровая стоимость помещения, а не количество проживающих в нем лиц, утверждают в мэрии. Поэтому попытки прописать родственника и получить потом дополнительные метры в новом доме будут напрасной тратой времени и сил. Представители Народного фронта призвали все заинтересованные ведомства объединить усилия для скорейшего решения проблемы. Было внесено предложение в правительство республики сделать работу по переселению более открытой и прозрачной. На сайтах должна размещаться полная информация о сроках сдачи объектов в эксплуатацию, количество имеющихся квартир и очередности их заселения. Али Баташев, Артур Мхце, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. Заместитель министра, начальник полиции МВД по Карачаева-Черкесии Ансар Баташев встретился с главами муниципальных образований Адыгехабльского и Иногайского районов. В рамках мероприятия рассматривались вопросы, касающиеся различных сфер жизнедеятельности муниципальных образований. Среди них деятельность правоохранителей и обеспечение охраны общественного порядка на обслуживаемой территории. Участники рабочей встречи наметили пути дальнейшего сотрудничества. Проведение подобных мероприятий позволяет наиболее полно и достоверно проанализировать деятельность подразделений органов внутренних дел на местах. Аналогичные встречи будут проведены во всех территориальных органах МВД России на районных уровнях. Парашютное и беспарашютное десантирование, спасение на воде в дневное и ночное время. Летные экипажи совместно с личным составом спасательных формирований отрабатывали навыки взаимодействия в условиях ЧАЭС. В Карачаево-Черкесии завершились двухнедельные сборы МЧС России с летным составом авиационных формирований. Местом тренировок было выбрано Кубанское водохранилище. Смотрите подробности. Ил-76 сбрасывает десант. У Алексея с говорящей фамилией Орлов этот прыжок далеко не первый. Не за горами уже и пятисотый. После срочной службы в армии, в морской пехоте, пришел служить в МЧС. Попробовал, понравилось, остался. Десант высаживается с высоты 1100 метров. Теперь его задача приводниться на определенный квадрат акватории, поближе к выброшенным ранее самолетом спасательным плотам. Касание воды и спасательный катер уже мчится навстречу. Довольная улыбка во все лицо говорит о том, что все прошло нормально, а Алексей от своей работы, несомненно, получает удовольствие. Он служит в системе МЧС 9 лет. Из них уже четвертый год в Центре спасательных операций особого риска лидер. Тем временем другие лодки и катера подбирают и доставляют в заданную точку остальных десантировавшихся. Оставляем Алексея Орлова на спасательном плоту. Здесь принимает поздравления его коллега, который выполнил 6000 прыжок. 6000, поздравляем, Игоря, у него был 6000 прыжок. У спасателей будет несколько часов на то, чтобы проверить, насколько надежно и комфортно это плавсредство для терпящих бедствия на воде. И, кроме того, выполнить еще ряд задач. Задача была какая. Морское судно терпит бедствия, люди барахтаются в воде, самолет Л-76 прилетает и сбрасывает им на помощь плоты. Они перебираются в эти плоты и далее, потом, следующим заходом, самолет Л-76 выбрасывает парашютистов, которые им оказывают медицинскую помощь, любые виды помощи. И после этого они считаются спасенными, скажем так. Но это учение. Плановые сборы МЧС России с задействованием авиации проводятся ежегодно. В горных условиях традиционно на Эльбрусе. Вода в этом году досталась Карачаево-Черкесии. На сборах отрабатывается все, что связано с авиационной составляющей и акваторией. Парашютное и беспарашютное десантирование, подъем пострадавшего из воды на борт вертолета, работа катеров в условиях спасательной операции. Спасательные подразделения Карачаево-Черкесии принимают активное участие во всех этапах. Задействована госинспекция по маломерным судам главного управления, Республиканская аварийно-спасательная служба и, конечно, Карачаево-Черкесский поисково-спасательный отряд МЧС России. Слаженность, самое главное, это слаженность как летного, так и личного состава спасателей. Потому что это единый организм, единый коллектив, которые работают со слаженными пилотами, управляя воздушным судном, а спасатели делают свою работу, как спускаясь или поднимаясь на воздушное судно, с пострадавшим, за пострадавшим и с пострадавшим. Я горжусь своим летным составом, потому что наиболее опытный, наиболее подготовленный, с душой в авиации, с душой в авиации МЧС, потому что те задачи, которые выполняют наши пилоты, не подстать другим. Наиболее сложные, наиболее опасные задачи выполняются с достойным качеством, без летных происшествий. Для того, чтобы в условиях чрезвычайных ситуаций вся работа проходила также без происшествий, идет отработка всех навыков на учениях. Действия каждого спасателя доводятся до автоматизма. Самое сложное – это ждать всегда в нашей работе. Ждать своей работы. Ждать чего? Моменты действия, да. В самом действии что самое сложное? Ничего сложного в наших действиях сегодня не было. Это была наша работа, которой мы занимаемся регулярно. А когда вступает работа, входит действия отработанной рефлексы. А дальше уже начинаются работы по предназначению, по спасению людей, по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Каких? Различные могут быть. Могут быть лесные пожары, могут быть поиск туристических групп в горах, может быть доставка специалистов и грузов к месту проведения работ. То есть вы готовы ко всему? Ко всему быть невозможно, как всегда готовы. Но мы к этому стремимся. На вопрос, почему решил стать спасателем, ответ исчерпывающий, обнажающий всю суть человека. Работа спасателя – дело, может быть, не очень благодарное, но, несомненно, благородное. Оттачивают свои навыки не только люди, но и тестируются все технические средства, которые задействуют МЧС в работе. Многие из таких средств иностранного производства. Поэтому тема импортозамещения актуальна и в этой области. Стоит отметить, что отечественные компании с этим неплохо справляются. Сегодня на прочность и удобство в использовании проверяют спасательные плоты. Хочу сказать о прочности и надежности плотов. То, что плот должен выдерживать пятикратное превышение по нагрузке. Но вот это плот – 10 человек. Аналогичный плот, только маленько побольше в размерах. 25-местный плот. Садятся 25 человек. Расчетная масса человека – 82,5 килограмма. Пятикратное превышение составляет порядка 9,5 тонн. Мы загрузили 9,5 тонн в такой плот. Подвесили. Есть в нашем рекламном буклете фотографии. Этот плот висит и выдерживает все эти нагрузки. Поэтому плоты соответствуют всем международным требованиям. В следующем этапе сборов задействован самолет «Амфибия» Бе-200 «Альтаир». Многоцелевой отечественный борт – полетно-техническим характеристикам, не имеющий аналогов в мире. Экипаж отработал посадку на воду. Бе-200 – это очень хороший самолет. Я в свое время на нем летал. Он может тушить пожары, спасать людей, перевозить пассажиров, выполнять санитарную эвакуацию пострадавших. Основная его задача у нас в МЧС получается – это тушение пожаров. Он берет на борт сглиссирование 12 тонн воды, может до 12 тонн воды, и сбрасывать их на пожары. Может также эту процедуру производить на земле. То есть с помощью пожарных машин закачивать свои баки и точно так же сбрасывать это. Ну там, где нет водоемов, где можно брать воду, сбрасывать на пожары. Экипаж самолета отработал забор воды, эвакуацию пострадавших и доставку груза терпящим бедствия. В роли последних спасателей. С наступлением темноты – начало заключительного этапа сегодняшнего дня. Идёшь на вертолёт, ты работаешь спасателем, он работает спасаемо. Поднимай дальше, ты спускаешься, он остаётся на борту. Отцепляешься, ждёшь, когда тебя он будет спасать. И вот так работает. Начальник Карачаева-Черкесского поисково-спасательного отряда Андрей Мозгов сегодня в роли простого спасателя. Его жизненный девиз – никогда не заставлять делать подчинённого того, чего не умеешь сам. Это важная составляющая всех профессий, связанных с риском для жизни. Отрабатывается один из сложнейших этапов сборов – беспарашютное ночное десантирование. Каждый задействованный сотрудник проходит два этапа. Один раз спасает он, второй спасают его. После каждого захода меняется экипаж Ми-8. Лётчики тоже тренируются. Им необходимо максимально быстро обнаружить условного пострадавшего и с учётом погодных условий, волна или ветер, с математической точностью высадить на водную поверхность спасателя. Ювелирная точность требуется и от капитана катера, который должен оставаться на определённом расстоянии от человека в воде, чтобы не мешать вертушке, а в случае возникновения нештатной ситуации максимально быстро прибыть на помощь. «Насколько я знаю, там ещё шесть подъёмов спуска должно быть. Сейчас будет работать с брусом, поэтому никого поднимать не будет. Отдыхай пока. Принято. Хорошо. Тогда на лодку поднимаешься». Участники этого этапа сборов, так же, как и остальных, из самых разных отрядов МЧС России. Зачастую в таких условиях и знакомятся. Андрей из Центроспаса поднимается на борт катера. «Здорово. Привет. 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 Аналогично». Тут же в процессе делятся техническими особенностями конкретно этого десантирования. Обсуждают преимущества или недостатки того или иного снаряжения, гидрокостюмов и прочие профессиональные тонкости. Собственно, происходит именно то, ради чего проводятся подобные мероприятия. Поэтому абсолютно неудивительно, что в реальных условиях спасательных работ парни выполняют поставленные задачи на отлично. «Для спасателей сложности нету, разницы нет. День это или ночь, по большому счету. Большая сложность, безусловно, для экипажа. Большая сложность для бортмеханика, которому крайне сложно в ночные... В ночное время крайне сложно сориентироваться. Находишься ты на высоте 40 метров или находишься на высоте 50 метров. И самое главное, спасатель, которого выпускают на лебедке, на какой высоте находится он от поверхности воды. То есть здесь совокупность всех органов исполнительной, скажем так, власти. И в том числе, безусловно, это то, что работает на акватории. Это наши ребята, которые работают на плавсредствах. Александр Иванович, самый-самый любимый, уважаемый, самый большой специалист. Вот каким образом собрать в кулак вот эти все 5-6, я уже не знаю сколько, 10 пальцев, это крайне сложно сделать. Естественно, это в первую, наверное, очередь зависит от тех руководителей, руководителей полётов, руководителей проведения аварийно-спасательных, других неотложных работ, которые находятся на земле. И вот эту самую боевую единицу из всех возможных и невозможных спасательных формирований объединяют в один кулак, который в конечном итоге добивается своей цели. А конечная цель таких непростых будней личного состава МЧС России – спасение человеческих жизней. Наталья Соколенко, Станислав Алтухов, Андрей Карамов. При содействии спасателей всей страны специально для событий недели. Сейчас реклама, после продолжим. Экономьте с умом! Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8 938 333 90 00. Атовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест, постельные принадлежности, полотенца и многое другое. Скидка 30% на всё. Наличные и безналичные расчёты, а также кредит. Черкесска, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8 938 030 30 50. Мировые стандарты лечения катаракты в Пятигорске. Глазная клиника «Факт». Ведущие хирурги из крупнейших городов России. Передовое оборудование и высокотехнологичные хрусталики из Америки и Европы. Избавьтесь от катаракты за один день. Глазная клиника «Факт». Пятигорск. Телефон 8 800 700 90 89. 8 800 700 90 89. Государственная телерадиокомпания «Карачаево-Черкесия» приглашает на постоянную работу телеоператора. Требования. Опыт работы, знания основ композиции и принцип видеосъёмки. Обращаться по номеру. Код 8 878 2 22 02 50. Без налогов нет государства. Именно от налогов зависит вся жизнедеятельность страны. Качество исполнения обязанностей государства, в том числе перед своими гражданами, напрямую зависит от своевременно уплаченных нами налогов. Сделать свой вклад в развитие страны просто. Начни с уплаты налогов. Мы продолжаем нашу программу. В Карачаево-Черкесии завершился седьмой этап 30-й юбилейной многодневки «Дружба народов Северного Кавказа». Ранее лучшие велогонщики России, Казахстана и Беларуси преодолели сложнейшие шоссейные маршруты в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, а также в Ставропольском крае. О том, что предшествовало началу состязаний по дорогам нашей республики, расскажет корреспондент Артур Мухце. Я катаюсь в основном с друзьями, смотрю на них, как бы они... Мой пример мотивации, можно так сказать, какие-то они трюки умеют, какие-то они не умеют. Мы обмениваемся опытом. Саше 19 лет. Он родом из Краснодара. Там же учился выполнять на велосипеде сложнейшие трюковые элементы. Сейчас периодически соревнуется в дисциплине BMX, а также участвует в показательных выступлениях, которые периодически организует Всероссийская Федерация Велосипедного Спорта. Сегодня он один из тех, за чьим шоу на Центральной площади Черкеска смотрели сотни пар глаз. Впрочем, главными героями этого дня все же стали другие люди, которые соревнуются за победу в велогонке «Дружба народов Северного Кавказа». «Именно в этой гонке я участвую второй раз. В прошлом году был первый раз. Думаю еще побороться за какие-то этапы, потому что сам я слишком тяжелый для гор, поэтому приходится пытаться за этапы». «На этих соревнованиях выступаю четвертый раз. Две из них выиграл. В том году проходил Кавказ у нас в республике Адыгея. По одной республике. В этом году гонка проходит немного интереснее. Она проходит из республик. Достаточно интересные маршруты делают». Многодневка «Дружба народов Северного Кавказа» впервые прошла в 1993 году по инициативе первого президента Адыгеи Аслана Джаримова. Уже через год турнир был включен в график чемпионатов России по велоспорту на шоссе. Спортсмены из Карачао-Черкесии достижениями пока похвастать не могут. Зато организация соревнований, по словам участников и членов федерации велоспорта на должном уровне. А чтобы результаты пришли и к местным ребятам, им от Всероссийского ведомства были подарены наборы спортивной формы и велосипеды. До старта считанные минуты. Велогонщики ранее преодолели маршруты Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, побывали в Ставропольском крае. Шоссейные трассы Карачао-Черкесии – это сочетание сложнейших испытаний и нереальных пейзажей, которыми богата республика. В пути можно засмотреться красотами. Главное – не пропустить конкурентов. Первая часть – маршрут от Черкеска до Карачаевска. Затем пилотон ожидают Тиберда, Архыз, поселок Романтик и обсерватория Российской Академии Наук. Многодневка завершится этапом по Адыгее, после чего и будут подведены окончательные итоги состязаний. Артур Мухцем, Мухаммед Ишебоков, Вести, Карачао-Черкесия. В городе Видно, в Московской области прошло первенство России по карате. Наш земляк, юный каратист Мурат Чагаров завоевал бронзовую медаль. О том, как шла подготовка к первенству и о самих соревнованиях, нашему корреспонденту Белле Джазаевой рассказали победитель и главный тренер сборной Карачаева-Черкесии по карате Хамид Тибоев. Добрый день, ребята, я благодарю вас за то, что вы нашли время, приехали сегодня к нам в гости. Конечно, я хочу поздравить вас с таким хорошим успехом, как бронзовая медаль на первенстве России по карате. Без сомнений, это большой успех. И, Хамид, обращаясь к вам, я хочу спросить, насколько вот эта победа в городе Видно была ожидаема? Ну, конечно же, мы ожидали медали, мы ожидали лучшего результата, чем бронза. Ну, получилось то, что получилось. И, конечно же, бронза – это очень хороший результат. Бронза – она первенство России, это первенство страны все-таки. Главный старт года в их возрасте, внутри страны – это главный старт года. Поэтому это очень достойный результат, я считаю. Будем стараться к более лучшему успеху, чем бронза в дальнейшем. Мы повезли шесть спортсменов. Из них один дошел до полуфинала. Точнее, за выход в полуфинал он проиграл. Три круга прошел, на четвертый круг он проиграл. Мурат занял третье место, провел пять поединков. Ну, из пяти поединков проиграл один бой. Я хочу это отметить. Особенно, что наши ребята ничем не уступают другим спортсменам из других регионов. Ни физически, ни по каким-то другим качествам, ни технически. То есть, есть результат, есть материал, нужно работать. Просто уровень, я не скажу, что мы от них чем-то отстаем. Проблема в том, что, может быть, все-таки у нас чуть-чуть не хватает соревновательного опыта. Так как первенство страны, это самый главный старт, я повторюсь. И именно к этому старту они относятся, я считаю, что чересчур ответственно. Вот это им и помешало, что они чересчур переживали. Да, они волновались, они переживали. И, естественно, не смогли раскрыться. Мурат, скажи, пожалуйста, как давно ты занимаешься карате? И вот насколько тебе нравится этот вид спорта? И чем он нравится? Я занимаюсь с первого класса, в десятый год уже. В карате меня привел мой старший брат. С детства я был заинтересован этим спортом. А так получилось, что он тренер. И я у него тренировался сначала. А чем нравится? Красивый, красивый спорт, техничный. А, Мурат, скажи, вот на этих соревнованиях, для того, чтобы завоевать эту бронзу, с кем ты встречался? Как вообще для тебя эти соревнования прошли? Немного волнения было. В финале за бронзу я встречался со спортсменом с Югры. Хамид, как главный тренер сборной карачащики СИПО карате, вы, конечно, знаете, есть ли у нас перспективные спортсмены в этом виде спорта? И вообще на каком уровне, на ваш взгляд, этот вид спорта у нас в республике? Я хочу чуть-чуть вернуться в прошлое. Скажем так, ребята, которые в мое время занимались, когда мы выступали, наш тренер задал очень высокую планку. И тогда наш вид спорта выращивал мастеров спорта международного класса, мастеров спорта России, чемпионов мира и Европы. Сейчас, конечно же, еще очень много талантливых ребят, перспективных, с которым нужно чуть-чуть больше уделять времени им. Именно им нужно больше уделять времени своему спорту. Ну и, естественно, и нам постараться ввозить их почаще. В остальном спорт, этот вид спорта, они будут просвещать еще долгие годы, я считаю. Потому что у нас сейчас в составе сборной республики есть взрослые ребята. Вот Айбазов Азамат. Вообще их, кстати, четыре брата. Ну, четвертый брат, он маленький еще. А вот три брата, которые состоят во взрослой сборной команды Карачаево-Черкесской республики. Азамат Айбазов, он является мастером спорта России, бронзовым призером чемпионата России среди взрослых. Марат Айбазов, он неоднократный призер первенства России среди молодежи. Мурат Айбазов, третий брат, он многократный победитель первенств и чемпионатов Северного Кавказа. Молодежь, вот Мурат Чагаров наш, также имеем победителя первенства России в 2018 году. Ахмат Алиев, серебряный призер первенства России в прошлом году. Амерлан Микеров у нас в финале был в прошлом году. То есть ежегодно на уровне первенства России наша команда выигрывает медали разных степеней. После вот прошедших соревнований сейчас куда вы готовитесь? После первенства России, так как мы готовились на этот старт, довольно серьезный подход постарались организовать. И после первенства России ребята чуть-чуть отдохнули, теперь с новыми силами мы начинаем готовиться на всероссийские соревнования по каратэ, которые будут проходить у нас в городе Черкесске. Впервые за историю каратэ Карачаева Черкесской Республики такие масштабные соревнования у нас будут проходить впервые. Мы собираемся их проводить с 7-го, 9-го октября. Эти соревнования внесены в единый календарный план Министерства спорта России. По итогам этих соревнований взрослые ребята, которые будут выступать на этих соревнованиях, за первое место будут присылать мастера спорта России. Ну, естественно, у нас дома мы должны показать себя с наилучшей стороны. Будем готовиться с новыми силами к этому старту и представить нашу республику достойно. Благодаря нашему правительству, Министерству спорта во главе с Рашидом Узденовым, мы постараемся провести эти соревнования на высшем уровне, так как пообещали очень много спортсменов, начиная с Югры, команда Югры обещала приехать на наши соревнования, ну и весь Северный Кавказ, включая некоторые регионы России. Вот во главе, еще раз повторюсь, с Рашидом Узденовым постараемся провести эти соревнования на достойном уровне, так как он нас и до этих соревнований поддерживал, ну и надеемся на дальнейшее сотрудничество с Министерством спорта. Ну что же, я благодарю вас за интервью и, конечно, я желаю вам новых побед. Спасибо вам. Портал бронирования санатории России.рф предоставил рейтинг российских регионов популярности отдыха по программе осеннего туристического кашбэка в этом году. В топ-5 в СКФО входят Ставрополье, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Чеченская Республика и Кабардино-Балкария. Благодаря программе кашбэка многие отдыхающие приобрели путевки по доступной цене и впервые посетят здравницы, расположенные недалеко от места жительства. Напомним, продажи туров с кашбэком прошли с 25 августа по 10 сентября. Отправиться на отдых можно с 1 октября. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Зовут меня Злодник Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. Дни осенних каникул. С 1 по 3 ноября ДТРК регион Тюмень проводит 29-й всероссийский фестиваль детских и юношеских радиопрограмм «Птенец». Под девизом «Страна начинается с творчества». Для участия в творческом конкурсе фестиваля приглашаются юные корреспонденты всей страны в возрасте от 7 до 17 лет. Положение конкурса на сайте ГТРК регион Тюмень. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Войная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции в составе именной роты Карачао-Черкесии, получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественные и с честью, выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Служба по контракту – твой выбор. Субтитры создавал DimaTorzok